Если бы в наших подкастах были бы такие стартовые нарезки, мы бы вот это туда ставили сразу. Иногда мне кажется, что населению не хватает внимания. У меня депрессия, я не могу ходить на работу. Да, мама, я волонтер. Ой, мы знаем, московский городской педагогический офигенный вуз. Я сейчас тебе расскажу, ты как специалист скажешь, дурак я или нет. Быстренько обсудим подкаст с выпускниками о жизни после учебы в университете. Быстренько обсудим подкаст с выпускниками МГПУ. Сегодня в гостях Дарья Богатырева. Даша, привет. Привет. Ну, расскажи нам, как ты вообще попала в московский городской, где ты училась. В общем, все про себя. У тебя ползары минут. Ладно, нет, пять минут. Ну, давайте еще раз. Меня зовут Даша. Мне сейчас уже 25 лет. В московский городской я попала пять лет назад, когда мне пришла в голову идея воплотить себя как психолога, как человека, который помогает людям. И перебрав несколько университетов, я остановилась именно на московском городском, поскольку он мне очень понравился в плане такой некой своей камерности. И очень много было классных отзывов. Я сходила на день открытых дверей. Мне это все очень приглянулось. Я поступила. Изначально поступала на психологию, но так получилось, что определилась именно с социальной работой. И мне очень даже понравилось, поскольку именно мой профиль – это социально-психологическая работа с населением. То есть я и свои желания в плане психолога удовлетворила. И еще также в течение пяти лет обучения узнала много нового. Тебе удалось поработать с населением? Конечно. Расскажи об этом. С каким населением ты работала? Какие главные вообще топ проблемы социально-психологические есть у населения? Серьезно? Интересно же? Ну, если бы на свой профессиональный взгляд, иногда мне кажется, что населению не хватает внимания. Внимание со стороны людей, заинтересованных в решении их проблем, таких как нехватка сил, времени и возможностей на решение своих проблем. Если говорить, например, о людях старшего возраста, то есть иногда им просто не хватает знакомых, родственников, которые помогут им чисто просто купить продукты или еще что-то. Мой профиль, именно я занимаюсь сейчас, находясь уже выпускником, я занимаюсь помощью детям, детям-сиротам. Мы с ними много общаемся, много занимаемся. Я именно провожу мастер-классы и считаю, что именно этого иногда не хватает деткам, которые у нас находятся без попечения родителей. Просто внимания, чтобы их, так сказать, не считали какими-то особенными, а просто общались с ними как с обычными детьми. Ты не поверишь, пока мы с тобой общаемся, наш режиссер Сергей написал мне в Телеграме и говорит, о, это же моя коллега. Сережа тоже учился на социальной работе, не знаю, но вы учились в разные года, видимо. Ну, видимо, да, потому что я закончила только в 22-м году. А, прям вообще вот ух! Да, только что, да. Так, ну, в целом, когда же говорят, социально-психологическая работа с населением, под населением имеет это не все население, а, грубо говоря, какие-то категории, да? То есть это пенсионеры. Пенсионеры. Лица с ограниченными возможностями здоровья. Да, и дети. Дети-сироты. Дети-сироты. То есть, ну, в целом, так по-честному-то говорить, у всего вообще населения есть, конечно, проблемы. Как вы считаете, профессионалы в этом деле, у всех ли есть проблемы? Ну, объективно говоря, зачастую люди, у которых, ну, скажем так, между нами все хорошо со здоровьем, у меня некоторые проблемы себе придумывают. Я же все-таки... Типа, у меня депрессия, я не могу ходить на работу. Или из серии, у меня нечем заняться, потому что у меня очень странные взгляды на жизнь. Я все-таки привяженец того, что помощи, ну, как обязаны получать помощь те люди, которые не могут действительно оказать себе ее сами в плане, ну, лишенные, да, например, родителей. Я просто, возможно, уже немножко деформирована общением с детьми в хорошем плане. И мне действительно иногда очень больно смотреть на растущее количество детей-сирот. А вот. А цифра растет? К сожалению, да. Ну, мы это можем отдельно обсудить. Ну, вообще, трудно не согласиться. То есть, если, возможно, эти люди к нам ноют по жизни, они просто, ну, не сталкивались с ситуациями. Да, иногда просто люди говорят о своих проблемах и не знают, насколько существует, насколько много существует людей, у которых действительно реальные проблемы. Ну, как бы да, вроде бы хочется сказать, ну, ты что, дурак, что ли? Посмотри, вот, дети растут без родителей в определенных условиях. Что ты ноешь-то, когда у тебя все хорошо? Но, с другой стороны, если у них есть проблемы у этих, ну, обычных людей, у которых вроде все нормально, мы считаем, да, вряд ли им можно помочь с такими примерами. Наверное, там нужна помощь коллег других. Ну, возможно, да. Возможно, да, но, с другой стороны, один из методов такой психологии, которые я изучала, чтобы человек не зацикливался, ну, нормально, да, если мы можем так сказать, нормально человек не зацикливался на своих проблемах, объективно не очень, ну, таких не очень реальных, нужно показать ему человека, который действительно нуждается в помощи, попросить вот этого страдальца оказать помощь действительно важному, действительно необходимому человеку, и тогда свои проблемы покажутся ему более решаемыми. Да, волонтерская терапия. Ну, да. Типа делом, займись каким-то делом, да? Да, ну, если в итоге сравни свою проблему, свой взгляд на жизнь с жизнью человека, который реально лишен чего-то, и чего-то ему не хватает. А ты когда вот выбираешь, я так понимаю, все-таки у тебя был выбор между психологией, социальной работой и еще, да? Наверное, чем-то, там все ЕГЭ, вот это вот, там что-то, что же не просто так поступить, как бы еще и хочется на бюджетное место, ты в какой-то момент все-таки выбрала социальную работу, потому что, наверное, так получилось, сложилось. Ну, действительно, да. Если бы все сложилось в психологии, но ты предполагала до поступления, вот ожидания реальности, что это вот так будет, что ты вот с этим будешь заниматься, вот этим работать? Если честно, нет, потому что, когда я, в принципе, поступала на психологию изначально, да, задумка была, мой план на жизнь был совершенно другой, что я буду таким, знаете, топовым психологом, который, в принципе, не сталкивается ни с чем вовне, только работа в кабинете. Но попав на социальную работу, я поняла, что я могу оказать помощь людям, как у нас говорят, на поле. То есть, на непосредственно находящихся в ситуации. И мне это действительно понравилось. То есть, видеть, как я воздействую на людей с позитивной точки зрения, что у них искренняя отдача. Дети, как никто другой, это показывают. Дети вообще, они всегда очень искренние. То есть, если им что-то не нравится, поверьте, они не будут подбирать слова, чтобы как-то не пытаться вас обидеть. Они просто говорят, что нам это не нравится. Ну, подростки выражаются чуть хуже. И, соответственно, ни в коем случае ни разу не пожалела о том, что не попав на тот факультет, который я хотела, я как-то не отказалась. Все-таки продолжила обучение именно в московском городском на социальную работу. Благо, хочу сказать, что закончила я только бакалавриат. И уже в этом году я планирую поступать в магистратуру. Ну, наверное, на психологию. На клинической, да, психология. Ну, то есть, как бы, мечты должны сбываться, да? Ну, в одной из тезей я, как бы, уже поработала. Хотелось бы непосредственно понять глубину именно, что ждет меня в той профессии, которую я так хотела. А что с нами происходит? То есть, вот смотри, грубо говоря, есть дети, которые становятся сиротами. То есть, дети-сироты – это же дети, от которых родители отказываются прямо с самого рождения, по сути, они попадают в детский дом. Ну, да, либо которые по стене обстоятельствам лишаются родителей. Ну, это, наверное, меньше процент из общего числа или нет? Я бы сказала, что 50 на 50. 50 на 50. И есть, грубо говоря, пенсионеры, люди старшего возраста, которым не хватает внимания. То есть, получается, что есть какой-то такой средний возраст, в который люди как-то вот так становятся какими-то такими, очень такими, ну, холодными, ну, черствыми. Они либо бросают детей своих, либо они перестают общаться с своими родителями. То есть, как бы, есть какое-то понимание профессиональное, почему это вообще происходит? Ну, вы знаете, хорошо, что ты сравнил именно эти две группы людей. Зачастую, если смотреть и на детей, и на людей старшего возраста, по факту две эти категории, две эти группы людей имеют сходные потребности. Да, что у нас ребенок еще что-то не умеет делать, а люди пожилого возраста уже чего-то не могут делать. Почему так происходит? Я придерживаюсь мнения все-таки, что это реакция людей, которую они иногда не могут контролировать. То есть, например, люди, которые отказываются от заботы о своих, например, престарелых родителях или бабушках и дедушках, возможно, это просто бесконтрольная реакция, что они не могут оказать помощь. Или, например, просто устали. То есть, я всегда немножко пытаюсь оправдывать таких людей. И то же самое родители, которые отказываются от детей, безусловно, с точки зрения общественной они поступают неправильно, но все-таки это люди, которые заложники обстоятельств. То есть, зачастую случается так, что просто люди бессознательно подвергаются своим эмоциям и делают такие роковые шаги. Но история знает много примеров, когда люди все-таки обдумывали ситуацию и через какое-то время возвращались все на круги свои, то есть, пытались наладить контакты с детьми. И как раз при помощи социальных работников, которые оказывают такую поддержку семей, которые, ну, так уж получилось, что родители поселили своих детей в детских домах с помощью работы социальных работников, немножко психологической, где-то помощь в плане материальной, то есть, где можно найти доход, все-таки детей забирают обратно. То же самое и, если можно так сказать, со стариками. Диалог с людьми, которые сделали такое решение, зачастую помогает изменить их взгляд на эту ситуацию и каким-то образом вернуться. Это как-то говорит о том, что эта ситуация с статистикой по детям-сиротам, по положению пенсионеров, да, вот одиночеству, это как-то говорит о том, что общество безнравственное, оно какое-то становится аморальным, оно теряет ценности. Вот можно сказать, или, наверное, сравнить, там, российское общество с другим обществом других стран, что происходит в Европе, в США, там, грубо говоря, ну, может быть, если есть такие цифры и понимания. Именно если сравнивать положение о сиротстве, да, если мы говорим о сиротстве, с другими странами такой статистикой я не занималась. Ну, а расценивая, в принципе, ситуацию, да, опять же повторюсь, я не скажу, что это такое падение общества в сторону аморальности, это просто ситуации, которые происходят с людьми. Да, они порой из ряда вон выходящие, но как раз вот появились такие люди, которые готовы объяснить обществу, да, что такая ситуация нормальная, и мы готовы помочь ее разрешить. Это как раз вот... По сути, помогать надо и тем, кто отказывается от детей, потому что у них точно есть какие-то проблемы свои. Безусловно. Это как-то связано с экономическим положением, как ты думаешь? Ну, то есть можно сказать, что бедные люди, ну, экономически бедные, чаще отказываются от детей, чем люди там, например, у которых есть достаток, они живут, выживут. Знаете, это вообще никак не коррелируется с деньгами, именно отказники. Приведу пример, что по моим наблюдениям, семьи, которые находятся, ну, скажем так, ниже среднего заработка, они относятся к детям, они зачастую многодетные, и они относятся к детям настолько с любовью, с теплотой, и деньги для них вообще не являются решающим фактором, да. То есть здесь как бы, скажем так, экономическое положение не влияет на рост, да, как это сейчас, социального сиротства. То есть здесь скорее... То есть причина в другом. Ну, кстати, да... Причина это скорее... Ну, мое мнение, да, что это просто зависит от человека, да. Человек у нас био-психосоциальное существо, и, ну, по всем тем учебникам, которые я учила, вот. И просто я считаю, что это, во-первых, да, внутренний какой-то надлом, неготовность к обстоятельствам, которые приносят, например, рождение ребенка, да. Зачастую это детки, которые родились не совсем здоровые, да, и, естественно, родители не готовы воспитывать такого ребенка. То есть здесь уже родители-заложники обстоятельств. И многие врачи, когда случаются такие ситуации, они понимают родителей, ну, понимают и принимают их решения, да. И ввиду обстоятельств, да, у нас так уж сложилось общество, что не всегда люди, которые готовы заводить ребенка, готовы действительно к его появлению. То есть что угодно случается, и так уж получается, что люди отказываются от ребенка. Ну да. Ну, ситуация такая, что одни тяжело судить, конечно, со стороны, с точки зрения своего опыта. Ну, особенно, когда есть положительный опыт. Ну, судить точно никого нельзя, это очевидно, наверное. Можно только наблюдать. Ну, как бы морализатор сам заниматься, там говорить, вот, вы не имели права. Ну, а есть понимание, может быть, в науке или у практиков, у тебя личное понимание, вот что необходимо сделать, чтобы это количество снижалось? Ну, государство же должно как с этим работать. Вот нельзя же просто смотреть, ну, да, это норма, всегда есть отказники, всегда есть вот дети, рождающиеся больными, и поэтому, ну, то есть невозможно с этим смириться. Безусловно. Я думаю, здесь ответ очевиден в плане, ну, возможно, это будет сказано слишком как материалист, но это экономическая поддержка молодых семей, и сейчас государство с этим справляется, потому что, насколько я знакома с нормативными документами, с 1 января у нас повысились выплаты за рождаемость. Безусловно, это всегда, как решение любой проблемы, это пропаганда положительного опыта. То есть, если мы не хотим, чтобы что-то происходило, да, нам нужно остановить это тем, что рассказывать людям, показывать, что бывает, да, если у нас этот негативный опыт исчезает. Да, то есть, мое точка зрения, это может быть побольше каких-нибудь фильмов, да, про большие семьи, про то, что, в принципе, такое понятие, как child-free сейчас входит в нашу жизнь, и лучше, конечно, как-то от него держаться подальше. Child-free – это образ жизни, когда, ну, женщина или мужчина, да, решает… Ну, да, это как бы понятно, что это решение человека, но мое мнение, что люди… Ну, это вроде бы как раз пример осознанного поведения, когда люди как раз не хотят… Ну, не хотят заводить… да, не хотят рождать ребенка, но есть человек, который это понимает осознанно, а есть человек, который, ну, скажем так, пытается этому подражать, и как раз приходит к моменту, в кавычках, скажем, child-free, на моменте, извините меня, когда уже в роддоме находится. Согласен. Вот, то есть здесь все-таки надо проводить такое, как у нас это, ликбез, да, ликвидация безграмотности, что есть разные понятия. А вот. Ну, и в любом случае, повторюсь, это, опять же, экономическая поддержка семьи. А вот очень много дискутируют и вот критикуют даже, и даже об этом говорят, потом критикуют, опять же говорят, вот про половое просвещение в школах. Вот это вот как бы может помочь, например, ну, будущим взрослым гражданам, как бы более ответственно подходить там к процессу, к процессам, которые приводят, собственно, к рождению детей, и вообще к себе самим, да, потому что это же не только история там про секс и половые отношения, это же история вообще про свое тело, про, ну, любовь к своему телу, какую-то гигиену. Ну, безусловно, половое воспитание должно присутствовать в школе. Единственное, что не в таком плачевном состоянии, в котором она находится сейчас. Ну, его сейчас нет, по сути, по большому счету. Ну, так сказать, что... Ну, в массовом понимании нет. Некоторые школы все-таки пытаются это у себя практиковать. В итоге дети не получают ничего, кроме каких-то стыдливых воспоминаний о подобных уроках. Да, да, я помню, когда я учился, в школу приехал какой-то мужчина рассказывать девочкам про прокладки. И все такие, тебе что? Это кто? Кто на это пойдет? У меня тоже немножко такие же воспоминания, да, то, что я помню, да, посадили в актовом зале и всем начали девочкам про это рассказывать. Безусловно, это должно присутствовать, но не в такой форме, в котором, наверное, у нас с тобой в школе это было. Потому что, я думаю, табуировать данные темы в плане, если мы начнем о них говорить с детьми, именно специалист-ребенок, возможно, да, это приведет уже к снижению вот таких вот неожиданных исходов событий в плане незапланированных беременностей. И потом уже что ведет к иногда отказникам, к детям. Если я предположу, что в студенческие годы ты начала заниматься волонтерством, то я, наверное, прямо вот в точку упаду, да? Ну, скажем, кстати, нет. Нет? Почему-то кажется, что все студенты по социальной работе, они с точки зрения направления должны прямо с первого курса волонтерством заниматься, добрые дела делать, нет? Ну, ты знаешь, я не относила те добрые дела, которые я делала, к какому-то массовому волонтерству. Я это просто делала. Именно осознанным волонтерством я занялась уже после выпуска, когда на работе у меня объявили, что у нас набирается такая волонтерская организация, которая поедет в детский дом города Муром. Очень далеко туда ехать. И я поняла, что сейчас вот уже как бы спустя именно обучение я к этому готова, потому что очень много людей именно немного внутри не готовы к волонтерству. И вот я очень долго к этому шла, и когда уже поступило такое предложение, уже будучи я на работе, я поняла, что вот пришел мой час, и я готова уже полностью привнести себя в эту стезю. Ну, классно, что ты понимала, что такое осознанное волонтерство, потому что, ну, не многие это понимают, особенно когда речь сейчас о социальном волонтерстве. Все же хотят делать добрые дела, при этом не с точки зрения принесения пользы вот этим благополучателям, да, детям, наверное, потенциалям, или пенсионерам, а с точки зрения какого-то своего самого удовлетворения, своего эго, что я добрый, я молодец, я помогаю, вы негодяи, вы не помогаете. Бывает зачастую такое. Но для меня все-таки помощь, в моем случае вот такая адресная, детям, это намного ценнее и, скажем так, намного круче, чем просто приехать на какое-то мероприятие, где тебе дадут лейбл волонтер, да, откуда ты получишь какой-то мерч, чисто там проведешь какие-то организационные моменты и уедешь довольны собой, что да, я там, да, мама, я волонтер. Вот. То есть в моем понимании, когда ты оказываешь истинную помощь, да, и ты видишь человека там или людей, вот получателей, скажем так, твоих благ, это гораздо ценнее. Ну вот эта история с детским домом, она какая-то регулярная, наверное, да, у вас на работе? Да, в преддверии праздников, ну таких больших праздников, как вот 1 сентября, Новый год, ну 23 северля, 8 марта, мы стараемся ездить к детям, они нас все очень ждут. Что вы делаете? Мы проводим с ними целый день, каждый человек, который туда поехал, готовит мастер-классы, на которых там приходят детки, мы с ними занимаемся, общаемся, в основном мы устраиваем после всех мастер-классов чаепитие, да, если хорошая погода, гуляем, вечером как это, сопли, слезы, не уезжайте, но все равно мы как бы прощаемся, но ненадолго и приезжаем к ним снова. Но они знают, что вы вернете. Конечно, да. Также оказываем им именно подшефную помощь в плане обеспечения какими-то вещами, да, средствами первой необходимости, потому что, ну, мы как бы организацией работы именно от ООО РЖД, где работаю я, и материальную помощь непосредственно собираем еще с работников, со своих коллег. Они всецело готовы нам помогать, и мы уже преобразуем эту материальную помощь в вещи, да, и которые уже мы доставляем деткам. А это какая-то политика РЖД, что вот все должны сотрудники заниматься волонтерством, или это твоя была инициатива? Нет, нет. У нас есть, в принципе, в РЖД молодежная политика, у которой много направлений. Волонтерство, экология, научная деятельность, совершенно разноспортивная деятельность. И вот мне приглянулось именно волонтерство при условии, что как раз я закончила московский городской педагогический. То есть это было таким решающим фактором для людей, которые меня заметили. Они сказали, о, у тебя как раз еще есть образование, то есть ты человек, который уже не первый раз в этой стезе, давай, поехали. И здесь я как раз... Это был первый раз, когда я... Ну, первый и не единственный, когда я была благодарна университету, которые вот именно меня заметили благодаря образованию. Про молодежную политику в РЖД это интересно. То есть есть какая-то специальная политика в отношении всех сотрудников, кто к молодежи относится? Да, развитие молодежи, участие в разного рода мероприятиях, таких как гонка героев, сдача нормативов ГТО, экологическая деятельность, ну и, соответственно, волонтерская деятельность на разных мероприятиях. То есть это приобщение молодых специалистов к разным аспектам жизни при поддержке российских железных дорог. Классно. Расскажи, как так получилось, что ты училась на социальной работе, на социального психолога, и в итоге оказалась в РЖД? Ну, на самом деле, два этих события произошли, как ни странно, но одновременно. Я поступила в 2017 году в Московский городской, и в этом же году мне предложили попробовать себя на работе в РЖД. тогда еще просто в качестве секретаря, ну, наименьшая должность, и поскольку училась я на заочном отделении, чем черт не шутит, пошла туда работать. Ну, конечно. Всегда нужно, как это, соглашаться, лучший лайфхак, соглашайтесь всегда. И потом уже по мере обучения я также продолжала работать. Ко мне начали присматриваться, и просто сказали уже там, ты классная, давай, несмотря на то, что ты там работаешь где-то в секретариате, давай с нами волонтеры там заниматься, давай на спорт с нами. И уже продолжая работать в РЖД, я заканчиваю университет и решаю для себя, что я все-таки продолжу свою деятельность в плане именно обучения, в плане именно похода к своей мечте о психологии. Так, ну, а в РЖД чем ты занимаешься? Ты же уже не секретарь? Нет, уже пошла на повышение. Я инженер по заявочной кампании, по закупочной деятельности. Также я занимаюсь, заведую работой автотранспорта, которая у нас относится к одному из подразделений РЖД. Ну, вот если бы мне дали вы 4 варианта, чем Даша занимается в РЖД, я бы, наверное, вариант с закупками выбрал в самую последнюю очередь. А вообще это как? Это как-то органично ложиться на социального психолога? Или так, о господи, эти ТЗ, КП, все вот это, ладно? Ну, на самом деле, я вам так скажу, социальные работники, социальные психологи, вообще это очень коммуникабельные люди, они подстраиваются под любые обстоятельства. И, кстати, это очень помогает на работе, неважно, на какой должности вы работаете. Человека образованного, человека, умеющего говорить, видно сразу. Ну, вообще, я такой всесторонне развитый человек, и для меня, в принципе, не существует таких проблем в плане, чем заниматься. То есть, ну, если... Это же работа с документами, а не такие таблицы, вот эти все цифры, вот эти все параметры. Ну, да, да. Которая разбавляется в волонтерской деятельности прекрасно. То есть, у меня такой прекрасный, господи, компромисс в голове. То есть, одно, ну, по своей основной деятельности, да, я работаю с документами в основном с компьютером, как только выдается возможность, я сразу, так сказать, уже непосредственно к людям, к детям. И это прекрасно. А если бы тебе вот сказали в 2017 году до поступления на социальную работу, что все будет вот так, ты бы как бы обрадовалась такому раскладу, или ты сказала, так-так-так, нет-нет-нет, не об этом, не об этом? Ну, в плане... Ну, в плане, что ты будешь работать в РЖД, заниматься закупками. Но поступала ты на психолога. Мечта в кабинете, вот эти вот мужчины, которые приходят в 40 лет и страдают, что у них жизнь как-то не туда идет, и их никто не любит, и никого не любят. Ну, я не скажу, что прям все так вот, в таком негативном ключе, как ты описываешь. Ну, скажем так, я довольна своей работой, потому что, находясь в этой компании, у меня, в принципе, открыт большой такой спектр перспектив. И, скажем так, моя сегодняшняя такая должность, скажем так, это не конечная точка. Вот. В, скажем так, в идеале, да, РЖД это огромный холдинг, огромная компания, там существует такой департамент, центр оценки молодежной политики и мониторинга, и как раз там работают социально-работники и психологи. Вот. То есть я все-таки нашла... А я без негативно, я на самом деле сейчас скажу, почему я задаю эти вопросы дурацкие. Ну, я в том плане, что я нашла вот этот вот, так сказать, где звезды сошлись, то есть это и, скажем так, крупная компания, у РЖД и со своими навыками, со своей специальностью нашла себе применение, просто осталось немножечко, как говорят, туда дойти. Ну, во-первых, чем этот кейс классный, твой кейс? Он, во-первых, нам показывает, если возвращаться с начала разговора, вот этого человека, который как бы не страдает фигней, не ноет, говорит, вот я работаю, и я занимаюсь любимым делом. Классно, да? Ну, не всегда работа, она прям приносит вот какой-то вот... Не всегда, потому что, ну, мы же должны делать... Если все будут вместе с любимым делом, я боюсь, что мы дали год не... Кто вот будет вот эти вот бутылочки на ухо, да? Но, с другой стороны, самое главное, что мне кажется, твой кейс – это прям живая реклама МГПУ. Получай психологическое, педагогическое образование и работай везде, где есть взаимодействие с другими людьми, да? Это же классно. Это же как раз те компетенции. Я на самом деле была удивлена, насколько наш университет, скажем так, на слуху у людей. Просто, ну, скажем, объективно, есть в городе, да, вузы, которые более... Ну, обычно более часто встречаются в разговорах. И насколько я была удивлена, когда, приходя на первое собеседование в волонтерскую структуру, у меня коллеги спрашивают уже, а ты вообще где училась? Мы видим у тебя диплом в социальной практике. Я говорю, слушай, МГПУ – это вот московский городской... Ой, мы знаем, московский городской, педагогический офигенный вуз. Мы со столькими людьми оттуда знакомы. То есть для меня было шоком, что наш вуз воспринимается, ну, скажем так, вот так обширно и так открыто. Вот. И люди готовы сотрудничать и... Если бы в наших подкастах были бы такие стартовые нарезки, мы бы вот это туда ставили сразу. Это классно. Как ты видишь свое будущее? Мне кажется, ты очень трезво смотришь на карьеру, на вот то, что происходит с тобой по образованию. Ты сейчас пошла на клинического психолога. Пойду еще, да. Пока что я просто выбрала стезю, вот именно в будущее. Но ты решил год передохнуть. Да. Закончил в 22-м, годик надо отдохнуть, потому что ну сколько можно учиться нон-стопом, да. И вот уже, да, уже пришло... У тебя бакалавриат был заочный, правильно? Да, да. Ну, заочный бакалавриат, наверное, это хорошо. То есть можно и работать, и учиться. Мне понравилось. В том плане, что информация дается обширно, но она прям вот так вот концентрирована. То есть есть, прям разграничиваешь свою жизнь в плане, что отрезок ты учишься, и потом уже ты работаешь. И это все прекрасно получалось совмещать, тем более с нашими преподавателями, которые... Спасибо, что они лояльно относились к заочникам и не пытались нас дрессировать. Как можно к заочникам относиться нелояльно? Ну, вы знаете, есть такие вузы, которые... Им, в принципе, все равно, да. Работаешь-то, не работаешь-то, обязан знать ее, как это. Никаких скидок, никаких поблажек не делается. Не знаю, я преподавал на заочном отделении, на юрфаке, когда работал. И не то, чтобы к заочникам относиться, как к людям... Сейчас прошу прощения, не к ущербным людям, конечно, но все равно ты с пониманием относишься. Я относился ко всем с пониманием. Я понимал, что люди работают всю неделю. И, скорее всего, по вечерам в будни они не читают конституционное право, конституцию и всякие федеральные конституции. Я понимал, что надо что увидеть, человеке понимание. Вот он все понимает, и все, нормально, это достаточно. Конечно, уровень требований ниже на заочном отделении. Это не очное отделение. Но самое главное, там же есть возможность работать, зарабатывать. Возникает финансовая независимость, вот это долгожданное. И можно как-то уже взрослеть быстрее. Ну и как мозги быстрее на место встают. Да, да. То есть, немножко, если так наблюдать, это я уже просто... Как выпускник, все-таки видна разница между студентами, да, которые учатся на очном отделении, на заочном. Заочники, они все-таки как-то, как будто бы даже старше выглядят. В плане... У заочников всегда средний возраст больше, наверняка. Ну, даже если мы берем одновозрастных студентов, заочники, они как-то... Ну, возможно, это я просто топлю за заочников. Но заочники как-то, они больше сосредоточены на учебном процессе. То есть, я не знаю, что у них есть, грубо говоря, там, две недели обычно даются именно на какую-то сессию, да. У них есть две недели на то, чтобы впитать материал, издать там все зачеты, экзамены. То есть... А у тебя бюджет был? Да. Ну, это редкий случай вообще, когда на заочнике есть бюджет. Обычно вообще заочное отделение, оно чаще всего платное. Ты знаешь, самое, что смешное, я поступала на заочные, и меня приняли на платное, но потом уже ввиду моей, как это сказать, отличной учебы, да, и при разговоре с деканом мне сказали, что ты можешь переводиться на бюджет. Я такая, классно, спасибо. Ну вот, поэтому, конечно, уровень мотивации другой. Взрослые люди платят за свои обучения, они эти деньги сами зарабатывают, если мне родители эти деньги дают, да, потому что ученики на платке, это как бы вообще, как это, ну что, нам оплатят? А тут все самим надо как бы зарабатывать. Что будет дальше? Знаешь, это очень классный вопрос. Что будет дальше? Ну, кабинет будет. Кабинет психолога же должен быть. Да, кабинет он, в принципе, и сейчас уже есть. Я в плане того, что после окончания и после такого получения обширных знаний, я уже, в принципе, начала вести такие консультационные практики. Но ты будешь смеяться, но, наверное, все-таки дальше я открою для себя новую профессию. Это профессию мамы. Да, я как человек, скажем так, который умеет совмещать все, то планирую именно, находясь на работе в декретном отпуске, учиться в магистратуре. Я просто решила совместить все вместе и не терять времени. А это как бы игра слов, или ты на самом деле полагаешь, что это профессия? Ну, грубо говоря, ну, это же профессия мамы. А, нет, ну, это профессия мамы. Это обширный... Я понимаю, игра слов, но... Этимология слова, да. Но в целом же это как бы такая шутка, в которой только доля шутки, на самом деле, потому что это на самом деле довольно-таки серьезное дело. Ну, быть родителем. Особенно быть родителем, который постоянно с ребенком находится. Просто не все, например, мужчины, отцы это понимают. Они как бы уже уходят на работу чаще всего. Ну, чаще всего отцы уходят на работу. Ты знаешь, ты будешь удивлен, но сейчас по наблюдениям мужчины зачастую берут декрет, а женщины выходят на работу. Да. Ну, это зависит от того, кто больше зарабатывает в семье. Да, да. Просто раньше это считалось нормой, да, что женщина всегда находится рядом с ребенком, а сейчас уже в нашу жизнь входят такие понятия, как когда уже непосредственно мужчина, да, находится в декрете с ребенком. Это понятно, мне кажется, история. Во-первых, происходит так называемая, я тут небольшой специфик, но вот эта феминизация мужчин. Да, мужчины становятся как бы более такие. Ну, в них больше раскрывается женское начало. Потом, ну, сам процесс там, вот, даже не процесс, но жизнь женщины, которая родила ребенка, она становится проще. Есть всякие вот эти молокоотсосы. Вот это, ну, то есть как бы не обязательно... Сейчас феминистки, которые слушают нас, они прям, мне кажется, взбунтуются. Нет, ну, я прошу... Нет, так это наоборот в пользу феминизма и защиты прав женщин. Я согласна с тобой, что сейчас уже, да, в эпоху появления, скажем так, технологий гаджетов, материнства и, в принципе, уход за ребенком, он очень упрощен. Ну, да. Есть вот эти... Я просто... У меня два ребенка, я помню все это. Это же есть вот эта вот бутылочка, которую можно нагревать. То есть как бы есть определенный уровень температуры. Ну, то есть в целом мужчина тоже может совершенно спокойно сопровождать этот процесс. И ему не нужно как бы физически это сопровождать, да. А женщина, которая физически вот это сопровождает, она может как бы иначе это перевести. Ну, да, все нормально. Но это сложно. Это сложно, конечно, честно скажу, потому что надо на самом деле этому учиться. У меня есть теория, я сейчас тебе расскажу, это как специалист, скажи, дурак я или нет. У меня есть теория, что в целом, вот если есть водительские права, ну, люди же сдают на права, да, чтобы за руль сесть. Но при этом люди совершенно спокойно могут рожать детей и воспитывать их. И у меня вот есть такая теория, что в целом, наверное, в будущем, в будущем, когда, ну, в целом, произойдут какие-то такие глобальные изменения на Земле, и Земля реально станет такой единым чем-то, да, единой такой планетой, сейчас она все-таки разрознена на материке и государство, наверное, людям запретят свободно рожать детей. Мне так кажется. Потому что, в целом, ну, потому что, вот, ну, рожают свободно, воспитывать не умеют. Ну, не умеют же воспитывать. Ну, кто, вот какой процент людей реально умеет воспитывать ребенка? Ну, это с позиции кого, говоря? Ну, с позиции ребенка. Ну, родители же гробят детей своих сами в детстве. Они мало за ними, как бы, ненормально ухаживают, не обращают внимания, страдают, что вот они такие несчастные. Не все родители и... Я сейчас говорю ради азарта этого подкаста, ты говоришь, что все родители вообще не справляются. Не правда. Есть родители, которые слишком перебарщивают. Не играют с ними, не рисуют, не обращают внимания на методики. И ты считаешь, что для этого нужно ввести, так сказать... Права, родительские права. Родительские права. Да, сертификат. Да. Ну, конечно... А ты представляешь, как в таком случае уменьшится население планеты? Так вот, возможно, да, да, я понимаю. Но уменьшится, да, ну, а зачем? Ну, плодим просто вот и... Что это вообще? Жалко же. Ну, не то, чтобы жалко. Просто ты понимаешь, что вот люди же рожают детей просто из своего эгоизма. Они хотят продолжения рода. Но надо же быть готовыми его продолжать. Ну, эгоистично же это все очень. Так, типа, вот я хочу, чтобы у меня были дети. А ты готов? Ты вообще понимаешь, что это такое? Некоторые подходят к этому осознанно. Некоторые, в принципе, получают ребенка, не проявляя такого особого желания и становятся прекрасными родителями. Вообще вопрос воспитания детей, насколько правильно мы воспитываем ребенка, насколько нет, осознается каждым родителям уже через несколько лет. Когда ребенку 20 лет. Когда ребенок начинает проявлять все те заложенные, так сказать, плоды, да, начинают прорастать, и когда ребенок начинает проявлять все возы воспитания уже в сторону родителя. Вот. И только тогда человек понимает, насколько хорошо или не очень хорошо он воспитал ребенка. Но быть настолько, так сказать, правильным в плане того, что все родители должны обязательно воспитывать ребенка по канонам, я считаю, что это не очень... Не очень круто, потому что иногда, иногда в, так сказать, в увеличении рождаемости задействован некий такой юношеский максимализм. То есть когда у человека еще нет скептического подхода к рождению ребенка. То есть у нас, скажем так, преобладал раньше юные родители, да, то есть раньше рожали ребенку 20 лет, 21, да, и у нас, ну, у нас становилось больше. Сейчас же все настолько скрупулезно и скептически подходят к рождению ребенка, что иногда первого ребенка рождают далеко за 30. Ну, это не российское же изобретение, это же европейский тренд давным-давно. Но чем лучше люди живут, чем они современнее, в том числе, чем сильнее развита там история права женщин и свободу женщин, тем позже люди заводят детей, потому что они начнут задуматься, нужно ли мне сейчас там в 22 рожать, если я потом не смогу построить свою карьеру. А я вот получил образование для чего? Чтобы остаться дома, родить и воспитывать ребенка? Я его могу попозже родить, а сейчас построить карьеру, заработать денег, стать успешной или успешным, да? И это, ну, это же европейская история, они тоже вообще никого не рожают. Кстати, всегда в таких рассуждениях у меня возникал такой вопрос, возможно, как у человека, у которого нет ребенка, вот ты мне лучше скажи, как отец, почему люди считают, что рождение ребенка может повредить карьерному росту или какому-то, ну, скажем так... А я думаю, это какая-то история про предзаданность, вот трек вот у тебя пошло, и ты такой думаешь, нет, ну, сейчас это собьется, то есть какая-то целеустремленность возникает. То есть я, наоборот, приверженец того, что... Либо целеполагание какое-то. Рождение ребенка, оно никак не повлияет на желание мое, да, например, мое, и на возможности добиться своей цели. То есть я, наоборот, рассчитываю на то, что это, наоборот, мне как-то поможет даже, то есть как-то внесет в мою жизнь новые краски. Потому что ты готова к рождению ребенка. Ты как бы вот как родитель будешь, ты прокачана в этом плане, по голове, по практике, по опыту жизненному. А вот большинство людей, которые решают, они не готовы. Они так не думают просто, что, типа, ну, родить... А многие же как еще считают, что как бы, чтобы родить ребенка, надо, как раз, накопить кучу денег, потому что это очень дорого содержать ребенка, это чуть ли не дороже, чем самого себя содержать. Хотя на самом деле это не так абсолютно, если просто не заморачиваться, да, на этом. Ну, согласен, да. На вот этих полясках за миллион рублей. Да, да, да. Ну, видишь, просто немножко входит вот этот азарт и такие начинают трястись не над тем, на самом деле, над чем надо подумать. Так, окей. Ну, это была провокация, на самом деле, какие родительские права, да, отлично. Скажи, пожалуйста, чем клинический психолог отключается от обычного психолога? А то все, кто смотрели сериал «Клиника», сейчас представили сразу какую-то больницу, там ходят люди в халатах и думают, это, наверное, такие вот психологи. Знаешь, это вообще хороший вопрос. Клинический психолог, он занимается непосредственно уже заболеваниями. Скажем так, клинический психолог – это человек, который находится между психологом и психиатром. Такой немножечко посередине. То есть это еще люди с не совсем сильными расстройствами личности, да, расстройствами именно. То есть, грубо говоря, я тебе привезли, если я, например, развелся, у меня от этого депрессия, я не могу после этого общаться с другими женщинами, я иду к обычному психологу. Да, а потом, если через какое-то время обычный психолог не помогает и уже как специалист, как хороший специалист видит, что это, ну, что-то глубже, чем просто депрессия от потери любимой женщины, он направляет к клиническому – То есть депрессия – это уже как заболевание классифицируется? Депрессия. Ну, если это депрессивное расстройство, это еще так, легенько лает. Если это прям конкретная депрессия, из которой не выбраться без медикаментов, да, это заболевание. А, то есть клинический психолог – это тот, кто работает в том числе с помощью таблеток или медикаментов. То есть не только разговоры. Не только слова. Но, опять же, клинический психолог – это должен быть настолько, по моему мнению, профессиональный человек, чтобы понимать, когда еще можно помочь человеку беседой, терапией именно словесной, когда уже необходимо применять медикаментозное лечение. То есть тут главное, скажем так, не лечить все, знаете, как панацеей, все таблетками. То есть это такая профессия на стыке именно уже непосредственно медикаментозного лечения и все еще словесного. А можно сказать, что любой клинический психолог может работать психологом? Ну, если у человека хороший, скажем так, словарный запас, он хорошо знаком с, скажем так, отклонениями, которые представлены в легком виде, да, в психологии, да, безусловно, он может работать. Но, опять же, у меня есть такая теория, что психиатры, да, и клинические психологи зачастую могут быть не очень хорошими психологами, поскольку у людей присутствует профдеформация. То есть человек-психиатр, да, назовем это так, что он настолько за свою профессиональную деятельность насмотрелся, да, наобщался, поработал с людьми, у которыми действительно, ну, серьезные заболевания, у некоторых врожденные, что он беспристрастно не может смотреть на человека, у которого просто какие-то легкие трудности в жизни, и которому просто действительно нужна беседа, диалог. Он ему сразу таблеточку. Ну, скорее всего, это уже он будет изыскивать в каких-то просто жизненных трудностях какие-то психиатрические отклонения. То есть, ну, это чисто вот моя теория, которая, к моему сожалению, находит подтверждение. Но при этом точно психолог клиническим не может работать, потому что у него нет вот этой доп. квалификации, связанной с медициной, да? Ну, я помню, когда в МГПУ было направление клиническая психология, это был специалитет, то когда ввели бакалавриат, вот клиническая психология так и осталась специалитетом пять лет. Потом она перестала реализовываться. Ну, то есть все равно, да, она сохраняет этот долгий срок обучения, потому что в нем много-много всего еще надо изучать. Ну, безусловно, потому что изучается не только, ну, как у нас говорят, да, голова человека и взаимодействие с ней, но в плане диалога, а это непосредственно уже и больше немножко такого фармацевтического изучения лекарств, как они влияют на человека. То есть здесь присутствует и химия, да, и различные фармацевтические, ну, как сказать, дисциплины, которые тоже необходимо знать человеку, да, как те или иные лекарства, те или иные компоненты лекарств могут влиять на человека. А можно сказать в целом, что вот... Какие-то вопросы у меня сегодня дурацкие все. Можно сказать, что в целом любому человеку, каждому человеку было бы полезно регулярно ходить к психологу? Или есть люди, для которых это абсолютно не нужно? Ну, на мой профессиональный взгляд, я все-таки придерживаюсь, ну, первого, да, что каждому человеку есть, что рассказать или есть о чем проконсультироваться с психологом. Зачастую это у нас вот такой в нашей стране менталитет, что психолог, все, во-первых, путают психологов и психиатров, да, что психологу надо идти только когда у тебя, как у нас все люди говорят, у меня проблемы с головой. К психологу можно идти не только с проблемами, но и если, например, человек не может принять какое-то решение, да. Зачастую еще психолог – это просто человек-зеркало. То есть ты приходишь на прием к специалисту, не обязательно с какой-то проблемой, просто если тебе тяжело на что-то решиться. Ну, например, ты работаешь на какой-то работе пять лет, у тебя нет повышения, ты понимаешь, что ты задолбался на этой работе и, честно говоря, понимаешь, что перспектив там нет, но при этом ты продолжаешь на ней работать и в этой ситуации, наверное, надо идти к психологу, да? Ну, действительно, проконсультироваться с специалистом, даже здесь просто психолог выступает как третье лицо, который не знает тебя, не знает твою работу, да. Просто как человек, третья сторона выслушает тебя. Психолог, сразу скажу, да, для всех тех, кто не был, например, психолога, психолог не дает советов, как жить и что делать. Психолог – это человек, который выслушивает и, скажем так, раскрывает твои мысли в голове, да, пересказывает их своими словами, наводит тебя именно на то решение, которое действительно тебе благоприятствует. Мне вот одно время очень нравились всякие видео на Ютубе, где Михаил Лобковский консультирует людей, но вот к нему странное отношение, да, это, я знаю, неоднозначное в среде психологов, то есть… Я сейчас вообще не знаю, кто это. А, ну и все, отлично. Да, на пять лет на работе, обращаясь к психологу в университет, я не про себя говорил, все нормально. Мы не задолбались. А психиатр – это вот, если шизофрения, да, расстройство личности, вот это вот все, это уже к психиатру. Да. Но обычно добровольно к психиатру мало кто попадает, да? Ну, почему же? К психиатру добровольно приходят за справкой для водительского удостоверения. Оказывается, что вы там не делали справки, надо еще пообщаться. Ну, да, зачастую в психиатрии именно, скажем так, по запросу приходят, ну, не сами ногами, да. То есть это обычно все-таки ввиду обстоятельств проявляются какие-то аспекты и уже, да, приглашают психиатра. Вот. Но, с другой стороны, сейчас, когда я начала, в принципе, изучать тему клинической психологии, немножко психиатрии, есть такие заболевания, с которыми ты можешь сам прийти к психиатру, да? То есть ты не все время находишься в стадии какого-то дисбаланса. Просто если ты наблюдаешь какие-то у себя, ну, как сказать, симптомы, да, симптоматику, ты можешь прийти проконсультироваться, и это, кстати, будет офигенное решение. То есть чтобы впоследствии не было никаких... Есть еще один миф о психологах и о том, когда люди к ним начинают ходить, что как будто бы вот один раз попадешь к психологу и уже оттуда не уйдешь, и он из тебя будет постоянно как будто бы деньги тянуть. Ну, то есть это же как бы возникает такая зависимость, что ли, от этих разговоров, тебе же хорошо после них становится, тебе чуть-чуть лучше становится. Безусловно. Ну, я в плане того, что становится лучше, но это не бесконечный процесс в плане того, что как только через определенное количество сеансов там, иногда это просто первая сессия, да, там несколько, буквально пять сеансов, вы определяетесь с проблемой, с которой вы работаете, психолог, ну, специалист совершенно честно и открыто говорит, что нам с этой проблемой работать около года. То есть рамки временные определены. И если уже, да, это время увеличивается, то психолог сам говорит человеку о том, что, да, давайте как-то подводит человеку к финишной прямой. Вы решите как-то все проблемы, сколько можете ко мне ходить. Нет, в том плане, что это действительно как бы такое мифическое соображение о психологах, что это как человек подсаживается, да, и специалист немножечко меркантилит в том плане, что не пытается человека от себя, ну, излечить, назовем это так. Ну, и как тянет из него деньги. Ни в коем случае. Все это в временных рамках, и все это с человеком обговорено. Что на всю жизнь мы с вами не будем. А есть такие люди, которые готовы прям на всю жизнь? Ну, скажем так, да, но это уже немножечко нарушение поведения, это называется зависимость. И причем это уже зависимость не от психолога, а от человека, который сидит напротив. То есть здесь именно человек, ну, назовем так, пациент, да, приходит не за психологической помощью, а только просто потому, что он просто привязался к человеку, который сидит вот на месте психолога. Да, то есть у него уже нет проблем, это просто называется уже отклонение в поведении и зависимость. Зачастую это люди, которые, ну, им сложно находить контакт с людьми, немножко асоциально, и когда, скажем так, профессиональную деятельность психолога они принимают за хорошее отношение как друга, они уже начинают действительно проявлять такие подобные, такое подобное поведение. А бывает такое, что коллеги на работе, вот знаешь, какой-то хороший психолог, там, вообще обращаются к тебе? Или нельзя? Или нельзя таким заниматься? Ну, грубо говоря, как психологу там? Нет, почему? Как бы можно, и люди прекрасно знают, да, о том, что, чем я занимаюсь, и они понимают, да, что они могут обратиться ко мне за помощью, но опять же, помощь должна быть оказана в определенное время, в определенном месяце. То есть это не просто так, что ко мне подходят, грубо говоря, там в коридоре, типа, да, слушай, вот сейчас очень нужно решить проблему, пойдем, выйдем. Нет, они... Они потом не путаются в ролях? Нет, нет. Нет. Ну, как говорится, все находятся в здравом, умеют твердой памяти, они прекрасно понимают, что, да, есть моменты, когда мы с ними обсуждаем проблемы, а есть моменты, когда мы просто коллеги по работе, и это никак не обременяет наши отношения. Закупки закупками, а нет психолога. Давайте, здесь поезда, здесь проблемы, и не путаем. Так, ну супер, значит, мне кажется, вообще все отлично у тебя, даже не знаю, мы даже не поговорили про МГПУ, про студенческие годы, вообще про университет, но я думаю, что весь разговор, он сложился так, что университет должно быть приятно и гордо за тебя. Спасибо большое. Спасибо, что пригласили. Быстренько обсудим подкаст с выпускниками о жизни после учебы в университете. Продолжение следует...